Начнем с новостей из Донбасса. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что опасается срывы минских договоренностей. Он провел сегодня пресс-конференцию и рассказал о том, на какой стадии выполнение обеими странами мирного плана. Сейчас на прямой связи со студией наш специальный корреспондент в Донецке Алексей Конопко. Алексей, здравствуйте. Расскажите подробнее о заявлениях, которые прозвучали на брифинге. Да, Юрий, здравствуйте. Сейчас, вот около часа назад, глава ДНР и представители обеих республик на трехсторонних переговорах в Минске собрали сегодня прессу как раз в преддверии очередного раунда этих самых переговоров, потому что, как говорили сегодня, прорывов на пути мирного урегулирования конфликта по-прежнему нет. Например, еще 7-го числа должны были вроде бы подписать документ об отводе вооружения калибром менее 100 мм, то есть документ, который даже расширял комплекс мер по имплементации Минских соглашений. И до последнего момента не было никаких разногласий у обеих сторон. И вот как раз этот самый последний момент в день, когда должны были подписать Киев, сторона Киева, как рассказали, сегодня начала искать, по сути, какие-то оправдания, возвращаться к предыдущим редакциям документа, которые были уже отвергнуты. В общем, как сказал Александр Захарченко, руководство Украины просто не хочет отводить от линии соприкосновения, в том числе танки и, например, минометы калибром 82 мм. Это не говоря о том, что на линии соприкосновения с той стороны фронта по-прежнему находятся и орудия большего калибра, и даже активно используются, о чем ежедневно докладывают в Минобороны. Хотя здесь, в Донецкой и Луганской народных республиках по-прежнему готовы идти навстречу, готовы выполнять Минские соглашения, и даже в одностороннем порядке, как это было в Широкино, который здесь объявили демилитаризованные зоны, но вот, например, украинские силовики на окраинах села стоят по-прежнему. Но все же здесь надеются, что вот этот односторонний порядок скоро прекратится, надеются, что и Киев тоже будет выполнять свою часть договоренности, ну а помочь в этом уже в очередной раз попросили лидеров западного мира. Я обращаюсь ко всем главам европейских государств, к президенту Америки, президенту Российской Федерации, что мы настаиваем на том, что Минск – это единственное решение конфликта мирным путем. Это та возможность, которую мы можем забрать временно оккупированную землю противником без большого кровопролития. Просим вас объяснить о Петру Порошенко, что мы и сейчас готовы рассматривать все мероприятия, которые позволят нам установить прочный мир на территории всей Донецкой Народной Республики. Если же в Минске будет подтверждено, и мы сможем обсудить, и прийти к скорейшему подписанию договора об отводе орудий менее 100 мм, это можно будет считать серьезнейшим успехом. Мы сделали достаточно шагов, готовы делать много шагов на встречу, но это должно происходить в двухстороннем порядке. Интересно, что при таких вот мирных инициативах с этой стороны фронта, с другой его стороны ситуация только нагнетается. Например, накануне, поздно вечером, на странице батальона МВД Украины Днепр-1 появилась информация о том, что бойцы этого подразделения продвинулись по линии соприкосновения на один километр и даже якобы вели какие-то боестолкновения. Ну, то есть, правда это или нет, сказать, конечно, точно сейчас нельзя, но по сути получается, что Днепр-1 нарушил Минские соглашения и признался в этом на своей же официальной странице. Всего же за последние сутки, это уже информация официальная от МВД, прошу прощения, от Минобороны Донецкой Народной Республики, зафиксировали 44 случая нарушения режима тишины, почти 70 танковых и артиллерийских снарядов выпустили по территории Республики, а еще 158 мин различного калибра. А кроме этого передвижения тяжелой техники с вооруженными силами Украины на этот раз зафиксировала не только разведка ДНР, но и мирные жители. Наиболее интенсивному артиллерийскому минометному обстрелу под версией района аэропорта города Донецка и населенный пункт Спартак со стороны Опытного и Авдеевки. Также под обстрел попали населенные пункты Железная Балка, Красный Партизан, Белая Каменка, Новоласпа, Широкая Балка, Исиновата, Горловка, Петровский и Киевский районы города Донецка. Потери среди военнослужащих армии ДНР и мирного населения нет. Сегодня в 4 часа 20 минут жители населенного Путна, Красногоровка, находящегося на линии соприкосновения сторон, стали свидетелем того, как подразделения вооруженных сил Украины из четырех артиллерийских орудий преступно обстреливают Киевский район города Донецка. Пожалуй, стоит добавить только, что в этот раз поселок Спартак, это небольшой населенный пункт прямо рядом с Донецким аэропортом, подвергался обстрелам наиболее интенсивно, хотя по нему стреляют каждый день без исключения, но вот в этот раз, как говорили местные жители, некоторые из которых по-прежнему остаются в Спартаке, не хотят переезжать, эвакуироваться ближе к центру Донецка. Так вот, местные жители рассказали, что около 4 часов утра стрелять по их поселку, начали из тяжелого вооружения, то ли самоходных артиллерийских установок, то ли гаубиц, а после этого применяли и танки, и пулеметы, и другое стрелковое оружие. В общем, не могли уснуть жители поселка даже в подвалах в течение нескольких часов. Юрий. Да, Алексей, благодарю вас. Я напомню, с последними новостями из Донецка был мой коллега Алексей Конопко. Ну и вот сообщение, которое пришло буквально только что, руководство провозглашенных Донецкой и Луганской республик выступило со специальным заявлением по ситуации в Донбассе. В документе говорится о том, что Киев постоянно демонстрирует неспособность выполнять свои обязательства по минским договоренностям. Как пример, приводится недавний отвод по собственной инициативе частей Донецкого ополчения Широкина. И факт, что украинские военные остались там на прежних позициях. Тем не менее, Донецк и Луганск готовы вновь пойти на компромисс и отвезти все оставшиеся подразделения с танками и бронемашинами с калибром до 100 мм на расстоянии не менее 3 км от линии соприкосновения. Ополченцы готовы это сделать по всему участку фронта, кроме района севернее Донецка и Дебальцево, а также территории вокруг поселка Счастье под Луганском. Штаб ополчения также готов предоставить доступ в приграничные районы представителям ОБСЕ для создания постоянного наблюдательного пункта. Украинские военные сегодня вновь открыли огонь по Донецку. Как сообщают очевидцы, стреляли из минометов и танков. Снаряды падали в районе аэропорта и в поселке Спартак. Всего за сутки, по данным штаба Донецкого ополчения, силовики открывали огонь более 50 раз. И, судя по всему, соблюдать перемирие они и дальше не собираются. В руководстве самопровозглашенной ДНР заявили, что украинская армия сосредоточила у линии фронта группировку в 70 тысяч бойцов. Вот как ситуацию в Донбассе нам прокалентировали в Министерстве обороны Республики. Наиболее интенсивного артиллерийского минометного обстрела под версией района аэропорта города Донецка и населенный пункт Спартак со стороны Опытного и Авдеевки. Карательная миссия в отношении этих населенных пунктов возложена на командующих сектором Б, Камчак. На нем лежит вся ответственность за выполнение преступных приказов киевских властей по уничтожению народа Донбасса. Также под обстрел попали населенные пункты Железная балка, Красный партизан, Белая каменка, Новоласпа, Широкая балка, Исиновата, Горловка, Петровский и Киевский районы города Донецка. Потери среди военнослужащих армии ДНР и мирного населения нет. Дальний Восток все еще переживает последствия тайфуна Чанхом, который обрушился на регион в начале недели. В Хабаровском крае подтопленными остаются 11 населенных пунктов. Накануне вода из реки Анюй пришла в поселки Арсеньево и Уни. Репортаж Енина Богдановой. Это не озеро в Таежной глуши. Сейчас именно так выглядит с воздуха село Арсеньево. Из-за резкого подъема уровня местных рек оно полностью отрезано от большой земли. Вода смела два моста на ведущей сюда дороге. Единственный транспорт – лодки. Нас здесь нету, хотя здесь была дорога. Вода зашла почти в три десятка домов. Такого поворота событий здесь никто не ждал. Река Анюй стала разливаться вечером. В час уровень поднимался на 10 сантиметров. В час ночи воды было отрывано. Вот такой уровень уже. Ночью не стали поднимать. А вот постепенно на два бруса поднимали. В течение буквально четырех часов. Своё имущество селяне спасти не успели. Если мебель удалось хоть немного поднять, то автомобили и спутниковые тарелки оказались в воде. В Арсеньево ни одного сухого огорода. Подтоплено 134 участка. Урожая здесь в этом сезоне не будет. Многие потеряли и источник заработка. Сами косили сено, утонуло. Сено, пчёлы тоже. Часть пчёл погибла. Не успели поднять. Задохнулись. Большая часть подтопленцев сейчас перебралась к родственникам, которые живут здесь же. Говорят, готовы были сидеть на крышах. Но состояние воды в колодцах не позволяет. Вода грязная. В колонке воды мутной не напьёшься. А дети пить хотят каждый раз. Отстаивать эту воду это тоже не резон. Тем, кто остался в своих домах, воду приходится покупать. Но завезти в магазины продукты пока невозможно. Ведь доставляют их сюда по дороге. Запасов в торговых точках хватит примерно на неделю. У нас запасы есть, и всё будет нормально. Придешь, будут дорогу отремонтировать, мост отремонтировать. Значит, мы сразу же едем за новым товаром. Ещё колбаса есть в наличии. Подобное наводнение в Арсеньево было лишь единожды в 1994 году. Его вызвали, так же, как и сейчас, обильные осадки. Сказалось, и не бывала снежная зима. Анюй – горная река, которая вскрылась одной из последних. И недавний циклон Чанхом. В некоторых районах Хабаровского края выпало от полутора до двухмесячной нормы. То есть в Верховье Анюя, плюс дополнительно ещё таяние снегов в горах на достаточно высотах. В Арсеньево в скором времени начнёт свою работу комиссия. Она должна софиксировать урон, который стихия нанесла жителям посёлка. Компенсации будут выделены по принципу наводнения 2013 года. Янина Богданова, Иван Юров, Вести, Хабаровск. А в Прямурье бушуют лесные пожары. Введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за длительного отсутствия осадков и жаркой погоды число очагов возгораний продолжает расти. О ситуации в Амурской области Игоря Геенко. В Прямурье продолжает гореть тайга. В двух районах области уже введён режим чрезвычайной ситуации. За минувшие сутки на территории региона было обнаружено и зафиксировано ещё порядка 400 новых очагов возгорания. Наиболее сложной напряжённой остаётся ситуация в четырёх районах области. Это Тындинский, Селимджинский, Магдагачинский и Сковородинский. По информации региональных структур, средняя площадь одного пожара превышает 400 гектаров. Осложняет их тушение, гористая местность и большое количество хвойных деревьев. По данным системы дистанционного мониторинга в 14 районах области введён третий класс пожарной опасности. Ещё в четырёх четвёртый, а самый высший, пятый класс, действует сейчас в Тындинском и Зейском районах. Хотя специалисты заверяют, что угрозы населённым пунктам нет из-за огня. Накануне один из посёлков на севере области лишился энергоснабжения. Пожаром была повреждена линия электропередач. В целом жители северных населённых пунктов беспокоит запах гари. Общая площадь возгораний в регионе уже превысила 5000 гектаров. Главной причиной пожара специалисты называют сухие грозы, которые появились на северной части региона из-за длительного отсутствия дождя. Не помогает пожарным погода и сейчас. В области стоит 30-градусная жара. И очень мало шансов, что дожди пройдут в воскресенье. Игорь Агеенко, Александр Васильев из Амурской области.